Про последние события в Снежном расскажет наш стрингер Роман Гнатюк. Роман, слушай меня тогда. Я сейчас нахожусь в городе Снежном, где, как вы можете видеть, разбирают завалы, последствия утреннего авиационного обстрела. Ни у кого из местных жителей сомнений нет. Авиаудар нанесла именно украинская армия. Рядом со мной Светлана Кондродюк, жительница этого дома. У нее вчера был день рождения, ей исполнилось 60 лет. И вот таким своеобразно ее, можно сказать, отметили. В 6.30 утра был нанесен авиаудар. Светлана, пожалуйста. Расскажите, что произошло? Пожалуйста, говорите. Что произошло? Я вышла на работу. Отошла только со двора своего дома. Только отошла. А там у нас елки растут. Я услышала страшный звук. Свист. Что-то звездело сильнее и сильнее. Потом все упало. Упало. Я назад побежала. Сосед выскочил в одних трусах из брови. Говорит, куда вы бежите? Я говорю, у меня муж остался там. Он провел меня на работу. Его спас. Только балкон. Остался. Он вышел на балкон покурить. Если бы я задержалась, не было бы ни меня, ни моего мужа. А сезона говорит, дайте телефон. У меня там маленький ребенок. А мы когда подошли к подъезду, дым стоял, пыль стояла, грязь. Ничего не видно было. Потом развиделось. И мой муж один в трусах стоял на балконах. На развалинах стоял. А под развалинами плакал мальчик. Они только переехали в эту квартиру. За что? Я хочу спросить у Порошенко. За что? За что? Ой, мне 60 лет вчера было. За что? Скажите, за что? Это дом построен был. Романа Агнатюка больше информации. Также из Снежного мы сегодня увидели, как разбирают завали. И местная жительница, которая счастлива выжить из ее слов. Также знаем, что смог выжить ее человек. И, как говорит Роман, то местные уверены, что это был украинский обстрел. Кто это был на самом деле, мы будем объяснять у высшего керівництва Министерства обороны и вообще антитерористической операции.